Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня вспоминаем о разработках и проектах, благодаря которым человечество однажды начнет осваивать новые планеты, звездные системы и галактики. Все самое космическое, новое и технологичное, представленное публике в 2019 году. Самый богатый человек Земли хочет на Луну. Миллиардер Джефф Безос, основатель ракетной компании Blue Origin и владелец торговой онлайн-платформы Amazon в мае 2019-го представил макет космического корабля для полета на Луну. Я покажу вам кое-что. Это голубая Луна. С помощью этой голубой Луны правительство США хочет через пять лет создать базу на естественном спутнике нашей планеты. На презентации Безос рассказал, что голубая Луна может доставлять полезный груз на спутник Земли. Также корабль способен доставить до четырех исследовательских роверов. Частная компания Blue Origin разрабатывает ракету New Shepard для коротких космических путешествий и ракету-носитель большой грузоподъемности New Glenn для запусков спутников. Фирма Безоса также планирует завершить постройку финальной версии ракеты New Glenn к 2021-му. В Blue Origin уже созрел план освоения Луны, ведь НАСА нацелилась на южный полюс Луны — области, где, как считается, есть достаточно воды для синтеза дополнительного ракетного топлива и питьевой воды. Все это очень пригодится астронавтам, если аэрокосмическое агентство США решит отправить их дальше, на Марс, к примеру. А ведь и такие планы у американцев тоже есть. Бывший стажер НАСА обогатился на почти 2 миллиона долларов. Все благодаря удачной покупке. Он однажды приобрел множество старых записей, а затем среди них обнаружились по-настоящему исторически ценные кадры. Некий Джордж, 65-летний инженер-механик из Лас-Вегаса, в 70-х работал в НАСА. В ту пору американское космическое агентство по дешевке продавало старые архивные записи. Джордж купил 1100 пленок. Он просто перепродал часть из них телеканалом для повторного использования. Всего на государственном аукционе в 76-м он потратил 218 долларов. Четыре бобины были проданы, а когда Джордж хотел передать оставшиеся церкви для списания налогов и загрузил все в машину, его отец увидел несколько пленок с маркировкой «Аполлон». Джордж их сохранил, а уже в третьем тысячелетии записи были просмотрены. Среди них нашлась и та единственная сохранившаяся оригинальная запись первых шагов человека на Луне 50 лет назад. Запись первой в истории высадки на Луну была выставлена на аукционе «Сотбис». Она ушла с молотка за 1 миллион 820 тысяч долларов. У России появился робот-космонавт. Агентство «Роскосмос» опубликовало видео с роботом «Скайбот-Ф850». Главная его миссия — полет на Международную космическую станцию. Робот Фёдор умеет брать в руки разные предметы и выполнять движения. 2 августа 2019 года Фёдор совершил полет в космос на корабле «Союз МС-14». Он находился в центральном кресле пилота. Робот посетил МКС, 7 сентября спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Фёдор совершил успешную посадку на Земле. Финальное тестирование. Менее года назад специалисты «Роскосмоса» и Европейского космического агентства начали постройку марсохода в рамках проекта «Экзомарс». В конце августа 2019-го исследовательский аппарат отправился из Великобритании во Францию для финальной стадии тестирования. Этот ровер назвали «Розалин Франклин» в честь британского химика, которая помогла разгадать структуру ДНК. Он должен провести серию экспериментов на поверхности и под поверхностью Марса. Цель — найти признаки жизни, которая существовала или существует на планете. Марсоход оборудован девятью инструментами для отбора и исследования проб, в том числе двухметровым буром, который позволит взять образцы под поверхностью почвы, там, где условия менее агрессивны. «Экзомарс» — это совместная инициатива Роскосмоса и Европейского космического агентства. Марсоход был спроектирован и изготовлен компанией Airbus Defense & Space в Стивенедже в Великобритании. «Бокс», где это происходило, был сверхстерилен. Ракета с «Розалиндой Франклин» будет запущена в июле 2020-го. Еще восемь месяцев потребуется, чтобы достичь Марса.